Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Да будет свет! В день зимнего солнцестояния энергетики отмечают свой профессиональный праздник. Подвели итоги работы за год. Почетные граждане Самары встретились с главой города. Боярышник не пройдет. В Самаре проверяют магазины, торгующие алкоголем. Год кино в России принес свой урожай. Во многих школах появились киностудии. 12 из них отметили наградами. Урожайный год. Наш коллега Михаил Перепелкин стал победителем сразу в двух конкурсах. В день зимнего солнцестояния, когда природа берет курс на увеличение светлого времени суток, профессиональный праздник отмечают энергетики. Те, кто заботятся о том, чтобы в каждом доме было тепло и горел свет, в регионе около 40 тысяч. За вклад в профессию сотрудники предприятий получили награды из рук главы региона. С праздником самарских энергетиков поздравила и Алина Чемерес. Если зима теплая, значит работа сложится. Такова главная примета энергетиков, шутит Валерий Карпов. В профессии он уже 35 лет. Сейчас начальник топливного участка на Тольяттинской ТЭЦ, которая снабжает теплом и электричеством автоваз. Он помогал проводить модернизацию оборудования, контролировал строительство новой наливной установки. Сегодня Валерию Николаевичу присвоено звание «Заслуженный работник энергетического комплекса Самарской области». Мы храним, принимаем, храним, готовим и перекачиваем мазух, который является резервным топливом для ТЭЦ-ВАЗа, для тепловой станции. Я сам по себе трудоголик, поэтому работа для меня – это все. То есть я мало куда езжу или практически не езжу. То есть это у меня вот работа, ну и плюс хобби мое. Энергетическая отрасль в регионе взлетела на небывалую высоту в военные годы, когда было необходимо снабжать теплом и электричеством эвакуированные в Куйбышев заводы. Сегодня на предприятиях, поставляющих энергию, трудится около 40 тысяч человек. В последние годы в регионе появилось более 600 километров новых линий электропередач. Реконструирована подстанция Куйбышевская, которая сегодня может обеспечить электричеством свыше 70% территории губернии. В ходе подготовки к Чемпионату мира началось строительство новой подстанции. Она станет главным источником электроснабжения стадиона «Самара-Арена» и всех прилегающих к нему объектов. «Самарская вере очень мощная, набирает новые обороты, очень много модернизируется. Просто это все, все, что сегодня движется, крутится, поднимается, запускается, это все, что сегодня связано с вашей работой, источником электроснабжения, которая подается нам более лет. Это комфорт для людей». На празднике, посвященном Дню энергетика, губернатор за вклад в профессию вручил работникам профильных компаний почетные знаки и грамоты. Коллективы предприятий получили в награду знамена, украшенные памятной лентой. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. 55 лет со дня первого полета человека в космос, 165 лет Самарской губернии, 430 – городу. Этот год стал для Самары юбилейным во многих отношениях. Итоги подвели на неформальные встречи глава города и почетные граждане Самары. Именно эти люди в свое время сделали многое для родного города и делают до сих пор. В этом году у нас такой очень серьезный прорыв по строительству дорог. Полтора миллиона квадратных метров отремонтировано. И, вы знаете, со времен Советского Союза таких объемов реконструкции дорог просто не было. Это действительно так. На следующий год объем финансирования по таким скромным меркам может составить 3,5 миллиона рублей. Это в полтора раза больше, чем в текущем году. Это очень большие задачи, ответственность очень большая. Наконец-то мы начали обращать внимание на внутриквартальные наши территории. Мы сегодня уже обращаем внимание на то, как жители проявляют свою активность. И тогда, когда мы слышим председателей многоквартирных домов, старших по подъезду, это уже очень хорошо. Разбудили наших жителей. Потому что без этого город благоустроить нельзя. ЖКХ, социальные выплаты, обеспечение жильем – самые частые вопросы от жителей депутатам Госдумы. Прием граждан провела в Самаре Надежда Колесникова. Люди обращаются сюда, как в последнюю инстанцию. Кроме проблем, которые можно решить и здесь, и сейчас, есть такие, где требуется настоящее расследование. Что заботит самарцев, услышала и Марина Матвейшина. Названия детской страсти разгорелись по-взрослому. В дачном массиве «Елочка» развернулась настоящая война, рассказывает Елена Сорокина, участник событий. Дачники не доверяют нынешнему руководству товарищества и подозревают его в мошенничестве. Там завышаются государственные тарифы. Установлен счетчик прибора учета электроэнергии день-ночь, с помощью которого совершается хищение у всех дачников. То есть общий стоит прибор учета день-ночь, а у всех дачников обычный счетчик. И там солидная сумма, то есть уже до миллиона там доходит, я думаю, за эти годы. Подключиться к проблеме жительница Самары просит депутата Госдумы Надежду Колесникову. В ближайшее время предстоит выяснить подробности дела и выслушать вторую сторону конфликта. Запись на прием к депутату идет постоянно. В основном люди приходят с вопросами, которые касаются ЖКХ, социальной сферы, обеспечения жильем. Обращение депутата Государственной Думы в органы власти обязательно следует за приемом граждан. Я не просто жду ответа, я жду решения вопросов. И потом мы уже с жителями, которые обращались ко мне, общаемся, смотрим, держим на контроле, как эти вопросы решаются. Сейчас депутат ведет личный прием граждан каждую последнюю неделю месяца. Но уже после Нового года можно будет пообщаться с Надеждой Колесниковой онлайн. Сейчас идет разработка интернет-приемной. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Аналитики агентства недвижимости составили рейтинг самых дорогих предложений по аренде жилья в Самаре. Сколько стоят элитные квартиры, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня дешевеет. Баррель черного золота стоит 54 доллара 50 центов. Валюта тоже потеряла в цене. Курс на 23 декабря. Доллар 60 рублей 86 копеек, евро 63 рубля 56 копеек. Золото стоит 2228 рублей, серебро 31 рубль 4 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллара можно было купить за 62 рубля 86 копеек, дороже всего продать за 59 рублей 74 копейки. На прилавках российских магазинов появилось больше контрафакта. Таковы итоги исследования Национального университета. Чаще всего подделывают алкоголь, одежду, обувь и косметику. Каждый третий самарец выйдет на работу в новогодние праздники. Еще столько же попробует найти подработку. Выяснили специалисты одного из порталов по трудоустройству. Аналитики агентства недвижимости составили рейтинг самых дорогих предложений по аренде жилья в Самаре. В лидерах квартира за 200 тысяч рублей в месяц, площадью 206 квадратных метров. Интересно посмотреть, в какой живет ее владелец, если эту квартиру он сдает. На этом все. Удачи в делах. Далее коротко о других темах дня. В Самаре начали закрывать классы и детсады на карантин. За минувшую неделю учебный процесс был частично приостановлен в 12 классах шести школ, а также в двух группах одного дошкольного учреждения. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за вторую неделю декабря в Самаре зарегистрировано почти 6 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, причем преобладает вирус типа А, H3N2. Следователи начали проверку по факту гибели рабочего на Самарском гипсовом комбинате, что находится на улице Береговой. По предварительным данным, в 9 часу утра на рабочем месте во время отбивки гипса на крутящемся барабане у 58-летнего рабочего затянуло руку между лентой и барабаном. Второй рабочий остановил барабан. Для пострадавшего вызвали скорую, но мужчина скончался до прибытия медиков. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Десять новых трехсекционных трамваев приедут в Самару с Челябинской области. В начале декабря был объявлен победитель аукциона на их приобретение в лизинг. Напомним, подрядчик должен доставить в город трамвай вместимостью 200-300 человек не позднее 1 мая 2017 года. Согласно техзаданию, это должны быть современные низкопольные вагоны, которые смогли бы обеспечивать перевозку пассажиров при температурах от 40 до минус 40 градусов Цельсия. Срок службы трамваев не менее 30 лет. В Самарской области в новогодние праздники изменится расписание пригородных поездов. Некоторые электрички и вовсе отменят. Как сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании, 30 декабря поезда будут ходить по расписанию пятницы, 31 декабря и первые семь дней нового года по расписанию субботы, 8 января по расписанию воскресенья, 9 января по расписанию понедельника. Подробности отмены электричек можно уточнить на сайте компании. Спектакль Самарского театра драмы «Побег из Шоушенка» стал участником вне конкурсной «Золотой маски». Показ на «Маске плюс» пройдет 6 марта на сцене Московского губернского театра «Афиша». Он включает 9 спектаклей, не вошедших в основной конкурс. Эксперты отмечают, что в «Маске плюс» работы молодых режиссеров, многие из которых впервые на «Золотой маске», присутствуют на ряду со спектаклями известных мастеров, к которым относит их у друка Самарского драмтеатра Вячеслава Гвоздкова. В Самаре из-за коммунальной аварии без тепла могли остаться 50 зданий. Около дома номер 241 на улице Старозагора прорвало трубопровод с горячей водой диаметром 350 мм. В зоне отключения оказались 10,5 тысяч жителей, а также два детсада и школа. Всех потребителей подключили к резервной схеме теплоснабжения, поэтому температура в домах жильцов сильно не изменилась. На месте аварии работают специалисты предприятий тепловых сетей. Уже провели земляные работы, демонтировали поврежденный участок, сейчас ведут сварочные работы. Монтируется новый фрагмент теплотрассы, меняет около 4 метров трубы. 60 литров контрафактного алкоголя изъяли самарские полицейские в магазине в Красноглинском районе на сумму свыше 30 тысяч рублей. Теме нелегального алкоголя силовики сейчас уделяют особое внимание. Проверки идут по всей стране после массового отравления настойкой боярышника в Иркутске, где погибли 63 человека. В магазине в Красноглинском районе Самары никаких документов, подтверждающих подлинность горячительного, у продавцов не оказалось. На индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. Теперь ему грозит штраф до 20 тысяч рублей. Также совместно с участниками движения «Народный контроль» проверили бар в Красноармейском районе области, где нелегально производили алкоголь, изъято 17 литров. За совершение данного правонарушения в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.16 Кодекс РФ об административных правонарушениях. Алкогольная продукция изъята из оборота до принятия судом решений о возможности ее конфискации. Долгожданного открытия детского сада после ремонта дождались жители 10-го квартала поселка Мехзавод. С марта 2015-го родители, воспитатели, а главное дети, мечтали вернуться в родные пенаты. И вот 12 декабря настоящий новогодний подарок. Больше ста ребятишек пришли в группы. Впрочем, некоторые недочеты ремонта еще предстоит устранить, какие выяснила Марианна Мирная. В 325-м детском саду тепло, светло и сухо. Каждый день родители приводят сюда больше ста детей. В 10-м квартале поселка Мехзавод этого открытия ждали почти два года. В марте 2015-го его закрыли на реконструкцию. Детей распределили по другим садам. И вот, наконец, 12 декабря малыши обрели новый дом. У нас здесь проходила реконструкция. У нас на месте второго корпуса стояло здание. И оно было снесено. И построено два больших корпусных корпуса новых. И вот именно во время подготовки к запуску у нас произошла такая неприятная ситуация. Сад должны были открыть еще в декабре 2015-го года. Но открытие перенесли на 1 сентября 2016-го. В августе крыша не прошла контрольных испытаний. Начала течь. Вмешались городские власти и представители Общероссийского народного фронта. Мы оставляем это на контроле весной. Еще раз пройдем, проверим, будет ли замачивание кровли. Либо это будет практическое появление греков, на которые мы обращали внимание. Ну, это оставляется все на контроле. Где были места протекания, было скрыто кровли, проверено, поменяли, заменили. Кровлю испытывали на протекание. Все как бы прошли испытания, заливали водой, как положено. Протекания не было. Все недостатки крыши были устранены. Теперь остается решить только вопрос с вытяжками. Департамент строительства проведет проверку, а подрядчик должен будет исправить недочет за свой счет. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Режиссеры, сценаристы, операторы – все это ученики самарских школ и творческих центров. В Самаре подвели итоги уходящего года кино и наградили лучшие детские студии. Слово Алине Чемерес. Сережа, ты давай, значит, ты у нас осветитель. Мы работаем, поднимаешь, поднимаешь, поднимаешь. Да, поднимаешь, поднимаешь, поднимаешь. Мы работаем, девочки, мы только берем, все спрашиваем. Команда молодых корреспондентов к работе готова. Детско-юношеский пресс-центр действует в Самаре уже три года. Здесь начинающих репортеров учат брать интервью, снимать сюжеты, работать на камеру. Первые шаги в журналистике и кинематографии с помощью педагогов делают десятки школьников. Дети, они сначала разрабатывают сюжет, они пишут сценарий к своим сюжетам. Они являются их непосредственным участником в виде журналистов, корреспондентов, репортеров. Помогаем мы им, конечно, взрослым составом монтировать. Сейчас мы готовимся к Новому году, снимаем фильм про Новый год. На экране кадры кинохроники. Пары кружатся в танце вместе с героями. Картины «Мой ласковый и нежный зверь» оркестр играет музыку из советских фильмов. Целый год ученики самарских школ и воспитанники творческих центров снимали социальные ролики, тематические фильмы, видеосюжеты. Сегодня награждают лучших 12 детских киностудий города. В нашем городе, я считаю, живут самые талантливые дети и работают самые талантливые педагоги. Уровень их работ, на мой взгляд, достоин самой высокой оценки. И итоги подводят. У нас сегодня сами дети. И мы увидим те работы, которые сами дети отбирали, оценивали. А мы, взрослые, здесь будем присутствовать в качестве почетных гостей. Юным кинематографистам вручили статуэтки, разработанные специально для этого праздника. И ценные подарки, среди которых вышедшая на днях книга «Самарские тайны российского кино». Она, уверена, издателем, может стать настольной для юных сценаристов и режиссеров. Я надеюсь, что на самом деле год кино будет продолжаться. Провожать его не будут. А дети, они будут любить наше российское кино. Они будут узнавать новые и новые тайны нашего кино. Но и, может быть, для многих из них, которые сегодня будут и награждаться, и будут участвовать в этом кинофестивале, для многих из них это станет будущей профессией. Выявлять лучших среди детских киностудий продолжат и далее. Фестивали, которые родились в Самаре в год отечественного кино, могут стать традиционными. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Телеканал «Самарагиз» стал победителем в номинации на лучшее освещение в СМИ темы нефтедобычи. В Самаре подведены итоги творческого конкурса «Черное золото по Волжье. От истории до современности». Конкурс проводило предприятие «Самара нефтегаз». В этом году он посвящен 80-летию с начала промышленной добычи нефти на территории Самарской области. Награды присуждены как ведущим областным изданиям, так и районным средствам массовой информации и блогерам. Материалы оценивались по нескольким номинациям. Социальная ответственность бизнеса, судьба и история, техно-лидер. В Самаре журналист в профессии относится особо уважаемым. Вы всегда на передовой первым узнаете и рассказываете жителям губернии о наших достижениях, о сборке, о бизнесе, культуре. Но самое главное, СМИ дают нам обратную связь, помогают понять, мы одна семья, у которой общие проблемы и радостей. И еще одна победа нашего телеканала. Михаил Перепелкин победил в номинации «Журналистика» в конкурсе имени Эдуарда Кондратова. В другой номинации «Литература» премию присудили Александру Малиновскому. На церемонии награждения в Самарской публичной библиотеке работал наш корреспондент Андрей Горгуленко. Ему слово. Закончилась церемония награждения победителей творческого конкурса имени нашего известного земляка и талантливого журналиста Эдуарда Кондратова. Что примечательно, лауреатом в номинации «Журналистика» в этом году стал наш коллега, автор ведущей программы «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС» Михаил Перепелкин. Сам лауреат сейчас рядом с нами. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. С этой победой. Ну и скажите, насколько цена она для вас? Ну, честно говоря, мне кажется, что вот эта вот премия, наверное, главная из всех тех премий, которыми до сих пор я был награжден. Потому что это имя Эдуарда Михайловича Кондратова. Как многие другие, я рос на его книжках. Я очень ценю его по-человечески. Но это премия, которая вручается профессиональным сообществам. Поэтому вот хочется повторить, мне очень дорого и признание коллег, и то, что она носит это имя. Спасибо большое. Поздравляем вас еще раз. Ну а в коллективе нашего телеканала это второй лауреат. Первый Андрей Волков. Он победил в дебютном конкурсе в 2013 году. С тех пор премия Эдуарда Кондратова является неотъемлемой частью жизни самарской журналистики. Не только в журналистской, но в области литературы и в образовательном процессе. Потому что студенты, которые приходят на церемонию награждения победителей, они потом продолжают обсуждать эту тему разговора профессии. В этом году впервые награждали помимо профессиональных журналистов и писателей, еще и студенты-журналистов. Для того, чтобы вовлечь в интересную творческую профессию молодых людей. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В новогодние праздники чудес ждут все. А дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, особенно. В Куйбышевском районе им подарили немного волшебства. И провели удивительную елку. Андрей Горгуленко подробнее. Поздравляю вас с наступающим новогодним праздником. Новый год хороший праздник. Всех нам хочется учиться. Самое настоящее новогоднее чудо. Детей на елке Куйбышевского района поздравляет Дед Мороз из будущего. Необычный гость приятно удивил и детей, и взрослых. Играли, бегали. Ну что, пели, считали. Пели, считали. Прыгали. Доволен, что попался? Да. Вместе с детьми радуюсь, весело вспоминаю свои новые года. Их было очень много. Так что очень благодарны руководителям, и кто организовал вот это мероприятие. Для детей в трудной жизненной ситуации выступали персонажи любимых мультфильмов и шоу «Мыльных пузырей». Но главным гостем праздника стал Дед Мороз, который осчастливил подарком каждого ребенка. Мы ежегодно проводим такую елку для детей, которые социально не обеспечены и попали в трудную жизненную ситуацию. Хочется подарить какой-то немного радости. Сложная у них судьба. Поэтому стараемся вместе как-то скрасить эту жизненную ситуацию, в которую они попадают. Эта елка дает старт и другим новогодним торжествам Кубышевского района, которых запланировано немало. На территории района также установят 12 елок и зальют 9 катков. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Приобрели уникальные вещи и помогли детям. Самарский дом молодежи подвел итоги благотворительного онлайн-аукциона. Борьба за лот и шла до последних секунд. Кто же услышал виртуальное «раз-два-три продано» знает Андрей Горгуленко. Плакат с автографом великого хоккейного вратаря теперь принадлежит Андрею Кутылевскому. Именно он сделал последнюю ставку на этот лот в онлайн-аукционе. Я очень уважаю его и как спортсмена, и как человека, и как деятеля, который, закончив спортивную карьеру, занимается нужным для страны, для людей делом. Ценность не только в вещи, которые ты приобретаешь, но она многократно увеличивается, если это еще и поможет кому-то. Все деньги, вырученные на благотворительном аукционе, передадут в российский детский фонд. На собранные средства купят угощения к новогоднему столу для нуждающихся. Очень радостно, когда молодежь принимает активное участие в доброделании, потому что благодаря вот таким вот акциям мы сможем оказать помощь большому количеству людей. Общая стоимость товаров превышает первоначальную в два раза. А рекордсменом стал лот «Кот в мешке», содержимого которого победитель раскрыть не захотел. Цена лота превысила стартовую стоимость в 16 раз. Это наш первый шажок в этом направлении, и я думаю, на следующий год мы не забросим заниматься такой благотворительной деятельностью. Будем уже подбирать лоты более интересные, и думаю, и цена у них, соответственно, которую дадут покупатели, будет более достойная. Больший вклад мы сделаем в фонд благотворительный, который с нами сотрудничает. Сундучок для сбора средств в Самарском доме молодежи будет находиться еще несколько дней, до тех пор, пока все победители аукциона не выкупят свои уникальные товары. В эти дни благотворителями могут стать и горожане. Достаточно прийти и сделать пожертвования. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. 14 с лишним миллионов рублей получат к Новому году самарские паралимпийцы за победы на альтернативных всероссийских соревнованиях. О других интересных новостях спорта расскажет Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Новогодний подарок для паралимпийцев. 14,5 миллионов призовых. Первый кубок Самарской области разыграют универсальные бойцы. Военные летчики проиграли с минимальным счетом Барнаульскому Алтаю в высшей хоккейной лиге. Во втором матче двойной серии игр ЦСКА ВВС проиграл Барнаульскому Алтае в чемпионате ВХЛ. Первыми открыли счет горцы на старте первого периода. Однако инициативу перехватили летчики и вырвались вперед 2-1. На перерыв команду шли с ничейным результатом. Третий период самарцы начали, проигрывая 2-4, и всю 20-минутку играли в догонялки с соперником. Финальная сирена зафиксировала поражение ЦСКА ВВС 5-6. Летчики продолжают планировать на восьмом месте в высшей лиге. Мордовия сохранила лидерство. В спортивном комплексе Грации впервые разыграют первый кубок Самарской области по боям без правил. Турнир состоится в воскресенье. На ринг выйдут сражаться за главный приз более сотни бойцов со всего Поволжья. Сборная 63-го региона выставит семерых смелых. В следующем спортивном году областная федерация ММА готова провести серию соревнований. В феврале чемпионат области, в марте традиционный турнир «Волжские легенды», в апреле чемпионат по Волжье. Кроме любителей на ринг выйдут и профессионалы. Самарские паралимпийцы получат от губернатора 14 миллионов 600 тысяч рублей призовых. Банковский счет каждого спортсмена увеличится от 250 тысяч рублей до 2,5 миллионов. Тренерская копилка потяжелеет от 62 тысяч рублей до 2,5 миллионов. В зависимости от результата, показанного на альтернативной всероссийской паралимпиаде. Сборная Самарской области состояла из семи спортсменов, которые завоевали 13 медалей. Причем некоторые самарцы, если сравнивать их результаты с результатами победителей игр в Бразилии, могли взять медали на паралимпиаде. А в одном случае был установлен мировой рекорд. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова